Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ «Новости Анапы. Регион» в студии Ирина Меркурьева. Партнер программы «Новости» – анапское производственное предприятие «Меркурий-2». Смотрите сегодня в выпуске. Защитим Анапу от подтопления. Началась очистка обводного канала. Роботы устраивают бал. Анапа – территория талантов. Стартовал всероссийский конкурс «Синёка и Анапа». За дело берутся специалисты. В рамках целого комплекса противопаводковых мероприятий идёт расчистка обводного канала на Пионерском проспекте. На курорте идёт очистка водосбросных каналов. Анапа – «Новости Анапа» ещё не забыл буквально события в Сочи, где произошла чрезвычайная ситуация. Для того, чтобы этого у нас не произошло, применяются привитивные, так сказать, меры. Для того, чтобы не было затопления у нас, сейчас производится очистка водоодного канала. Первым очистки подлежит главный канал Пионерского проспекта. Как известно, более 30% проспекта находится на нулевой отметке. Поэтому во времена сильных ливней вода устремляется туда, где её не ждут – дома и гостиницы. Для этого с прошлого века по всему проспекту устроены природные ливнёвки – каналы, которые отводят лишнюю воду в море. Жители века нынешнего забывают, какими могут быть южные подтопления и строят вопреки всем гидротехническим нормам. Например, как недалеко от железнодорожного вокзала, где трубы новых коммуникаций проложены прямо поперёк сливной трубы канала. Вот и приходится рабочим компанией «Югсельстрой», которая работает на курорте по всем программам ГО и ЧС, вручную расчищать хоть какой-нибудь водосток, чтобы влага недавних дождей не превращалась в болото. И только потом продолжать более крупные работы. Ввиду того, что идёт сейчас активная застройка Пионерского проспекта, значит, естественно, создаётся дополнительная сложность с водоотведением, это касается ливнёвых вод. Вот содержание этого обводного канала является первостепенной задачей и основной задачей по отведению этих вод. На данный момент, уже более двух лет, третий год, отводной канал не расчищался. При проведении работы, вот обнаружилось, что есть засорение канала, нет проточки этого канала. Работа разбита на три этапа. Первый этап – это от котельной до вот этого железнодорожного проезда мы должны расчистывать. Тем самым мы обезопасим выход грунтовых вод на поверхность, вот на этом участке, практически в районе роты ДПС, где наиболее уязвимые места есть. Есть в Анапе примеры, когда вместе с администрацией курорта активно занимаются противопаводковыми мероприятиями здравницы Пионерского проспекта. Например, пансионат Полярной Зори. Чего не скажешь о здравницах Министерства обороны, которые и ресурсы имеют, но участвовать в предотвращении чрезвычайных ситуаций не хотят. Впервые в Анапе начала работу научно-популярная выставка искусственного интеллекта и робототехники. Бал роботов посетила и наша съемочная группа. Вы когда-нибудь мечтали увидеть на его любимых героев кино и компьютерных игр, погладить Вали и поговорить с роботом как живым человеком? На слете роботов и не такое возможно. У входа вас встретит робот Борис. За время посещения он станет вашим личным другом, помощником и гидом. Привет, я робот Борис. Приходите на выставку Бал роботов. Владами буду рад видеть вас. Бал роботов – это научно-популярная выставка, собравшая самых известных представителей искусственного интеллекта, а также достижения робототехники со всего мира. Посетители выставки могут увидеть более 30 различных экспонатов, также окунуться в виртуальную реальность и прокатиться на американских горках. Во время выставки работает интерактивный стол. Каждый ребенок может придумать своего робота. Это выставка семейная. Здесь каждый получит для себя определенный заряд позитива, потому что, допустим, очень многие взрослые реагируют на некоторые объекты гораздо лучше, чем дети. То есть папа садятся с детьми, собирают конструкторы, там разговаривают с роботами. На выставке представлены механические картины и скульптуры от всемирно известного художника, механика-аниматора Александра Гицоя. Каждая деталь в них продумана до мелочей. Интерактивная программа «Бал роботов» предоставит всем желающим возможность не только сфотографироваться с роботами, но и пообщаться, спеть, танцевать и даже, например, сыграть в теннис с одним из них. «Бал роботов» – выставка для всей семьи, для больших и маленьких поклонников технологии, науки и искусства. Очень интересная выставка, выразила техника, как все устроено, хороший экскурсовод у нас, который все объясняет. Меня интересует робототехника, я решила, и поэтому я решила сюда прийти. Я предложил пойти, я сам не знал, что здесь будет, но вот первые впечатления, особенно робот на входе. Мы еще здесь, я не знаю, сколько мы в самом начале, посмотрим, что будет дальше. Но начало хорошее. Со 2 июля по 30 августа самые известные роботы мира ждут вас по адресу Выставочный зал, улица Горького, 18А. С 10 до 22 часов действует система скидок. Детям до 3 лет бесплатно. Телефон для справок 8-918-042-1010. С 1 по 5 июля в Анапе проходит 13-й Всероссийский фестиваль-конкурс детских и юношеских творческих коллективов. «Синёка Анапа» объединила более 600 юных дарований. Мы тут на днях посчитали, оказывается, за 13 лет более 20 тысяч ребятишек побывало у нас, только принимая участие в нашем фестивале. А таких фестивалей у нас порядка 30. И один из самых ярких, конечно, наша Синёкая Анапа. В этом году его участниками стали более 600 человек из самых разных уголков страны, от Мурманска до Москвы. Молодёжь от 6 лет до 21 года будет бороться за звание победителей в 10 номинациях, среди которых хореография, искусство театра, декоративно-прикладное творчество, изобразительное искусство и вокал. Ансамбль акварели «Аквамарин» на этом фестивале участвует уже более пяти лет. В прошлом году стали лауреатами первой степени. Мы много раз репетировали на этой площади, ждали очень много времени, но всё равно это было очень интересно. Хотели добиться того, чтобы было всем приятно смотреть на наш номер. Выступаем постоянно и дарим радость людям. Постоянно дарим долю позитива. Сегодня к этому году готовиться более упорно и больше. Жюри фестиваля возглавляет заслуженный артист России, лауреат многих международных конкурсов Андрей Биль. Участников фестиваля ждут увлекательные морские прогулки, экскурсии, дельфинари и другие культурные экскурсионные программы. Завершится «Синеокая-Анапа» большим галоконцертом, который состоится на Театральной площади 4 июля в 8 часов вечера. После грандиозного открытия участники фестиваля «Синеокая-Анапа» приступили к конкурсным испытаниям. Наша съемочная группа побывала на выступлении творческих танцевальных коллективов. Лучшие танцевальные коллективы страны на сцене городского театра. Репертуар интересен и разнообразен. Классические постановки, современная хореография, народный характерный танец. Каждый номер – совместный труд танцоров и педагогов. Ансамбль народного танца «Лель» приехал в Анапу из Красноярского края. В фестивале ребята участвуют первый раз. Приготовили для конкурса два номера – «Синокосная пора» и «Ярмарка». В танце рассказывается о том, что наступила «Синокосная пора», пора убирать урожай. Мы танцуем с граблями, убираемся. А в «Ярмарке» рассказывается про балалайшника, который был грустный. Но потом пришли мы и развеселили его. Юные танцоры борются за звание победителей в номинациях «Народный танец», «Классический танец», «Современная хореография». Выступление конкурсантов оценивает высоко квалифицированное жюри. Выдающиеся деятели культуры и искусства России – представители СМИ и шоу-бизнеса. Самые лучшие коллективы наградят кубками, дипломами и памятными подарками. У ребят Станицы Анапской сегодня большой праздник. Новенькая комплексная спортивно-игровая площадка начинает свою работу. Яркая и удобная, с суперсовременным покрытием из резиновой крошки, новая площадка сразу стала центром внимания детей и взрослых из Станицы Анапской. Площадку построили на премиальные деньги, которые Совет молодых депутатов получил за победу в краевом конкурсе. Я хочу сегодня от имени главы города курорт Анапа Сергея Павловича Сергеева горячо вас всех поздравить. С этим знаменательным событием пожелать, чтобы эта площадка была всегда заполнена, всегда работала, всегда была востребована и приносила здоровье, радость и хорошее настроение нашим детям, молодежи, всем тем, кто любит спорт, кто занимается, кто ведет здоровый образ жизни. От души вас поздравляю, здоровья вам, удачи и успехов. На торжественную церемонию открытия почетные гости пришли с подарками. Начальник управления физической культуры и спорта Сергей Ткаченко подарил ребятам спортинвентарь. Взрослые с легкой грустью вспоминали свое детство, в котором таких площадок еще не было и в помине. Наши поколения басами играли в футбол, играли на земляном полу и так далее. У вас прекрасная площадка сейчас, замечательная. Остается ее беречь, бесспорно, это важно. И заниматься, заниматься и заниматься. Недолго думая, ребята сразу опробовали новый спорт-объект. Маленькие футболисты оценили подарок по достоинству. Ощущения прикольные. Играем каждый день. Она мягкая. Если упадешь, то не так больно. Управлением физкультуры и спорта будет организована работа спортивного инструктора, который подскажет ребятам их ошибки и научит побеждать. С пяти до девяти будут проходить у нас по план-графику. В понедельник мы футбол, то есть все элементы, подходящие, подводящие к игре ближе. На следующий день баскетбол. Все, в принципе, игры, которые возможно проводить на площадке. Площадка будет работать не только вечером. Приди и поиграть можно в любое время всем желающим. Общественники договорились сотрудничать с полицией напрямую. В офисе территориальных органов самоуправления прошло заседание общественников с начальником отдела участковых уполномоченных. Эффективная совместная работа и помощь участковым стали основной темой собрания. Тесное сотрудничество общественников с подобными организациями дает свои плоды. Итоги и перспективы таких связей общественников с полицией обсудил начальник отдела участковых уполномоченных Александр Оспищев. По вашей информации, будем говорить так, было раскрыто именно службой участковых 8 преступлений. Из них 4 преступления связаны с незаконным вородом наркотиков. Общественники совместно с участковыми разработали график мероприятий. Вместе организуют рейды, будь это по противопожарной обстановке, по закону 1539, по обследованию жилого фонда или по проведению антитеррористических мероприятий. На совещаниях, которые проходят в крае, я не слышала, чтобы вот так совместно, по графику проводились рейды активистов, жителей нашего города и в других городах такого нет. Такие собрания проводятся часто, темы для обсуждения всегда разные, а результат – конкретная помощь людям. На стадионе «Спартак» состоялся матч 1-8 Кубка Краснодарского края по футболу. Футбольный клуб «Анапа» одержал новую уверенную победу. Городской футбольный клуб «Анапа» встретился с командой «Локомотив» из Кропоткина. Наши спортсмены продемонстрировали невероятную волю к победе. Уже первый тайм окончился с неутешительным для соперников счетом 5-0. Во второй части игры «Локомотив» попытался изменить ситуацию, но не удалось – игра в основном проходила на его половине поля. Результат матча 7-0 в пользу футбольного клуба «Анапа». Болельщики уверены – наши одержат победу и в других играх. Хорошо играли, молодцы. Мы должны забрать кубок в края. Сегодня была очень зрелищная игра, команды достойно проявили себя. Сегодня большой счет. В принципе, игра зрелищная, мне понравилась очень. Сильная, мощная, как боевая команда. Думаю, кубок в «Анапе» будет. Какие перспективы у нашей команды? Первое место. Это же разоворы. Так и будет. Следующая игра нашего клуба на стадионе «Спартак» пройдет уже в эту субботу, 4 июля. «Анапа» встретится с командой из Денского района. Начало матча в 18.00. Не пропустите. Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы». В пятницу 3 июля в «Анапе» пасмурно, небольшой дождь с грозой. Температура воздуха днем – плюс 22-25 градусов. Ночью – до 21 градуса тепла. Ветер северо-восточный – 5 метров в секунду. Атмосферное давление – 761 миллиметр ртутного столба. Температура морской воды – плюс 22 градуса. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Партнер программы «Новости» – Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Чистый воздух и близость к песчаным пляжам – вот главное достоинство «Кавказа». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова